добрый вечер друзья я еду с работы домой и пару часов назад к нам в офис заглянула виктория виктория ведет канал опрок блог я только что повесил маленький сюжет заснял с виктория потому что она пришла на самом деле со мной заснять но я думаю раз ты со мной заснял да и я с тобой засниму тем более девушка очень симпатичная и рядышком у нас маунтинью проживает в общем большая умница она за год сон с нуля на 40 тысяч подписчиков канала раскрутила умничка и вот так мы с ней слово за слово и вдруг смотрю мама родная пошли вы смотреть самое первое видео у нас на канале что там было я смотрю 26 декабря 26 декабря будет 10 лет вот сегодня там 12 ноября а 26 декабря ровно через полтора месяца будет 10 лет нашему каналу и тут у меня в голове всякие знаете начали воспоминания руиться то первая мысль которая мне пришла в голову что мы входим в какой-то очень маленький процент наиболее старых каналов таких долгоиграющих каналов на ю тубе с учетом того что каждый день там создаются новые несколько там их миллионы вот так представляете да вот что было десять лет назад и наверное это какая-то очень маленькая доля одного процента это не один процент а это что-то очень маленькое может быть одна сотая процента у нас на канале есть люди которые все знают и статистику всякую они могут легко наверное нам ответить на этот вопрос это первое второе ну да мы первые четыре года этот канал существовал больше так как но такой склад сюжетов которые записывались чтобы потом показать на форуме говорим про ю с то есть это не развивалась как канал а просто было кладовки такой и первое что попало в эту кладовку был фильм такой архивные которые сняли про нас там но уже прошло лет 20 но на тот момент 10 десятилетней давности на тот момент фильм он где-то был у меня оцифрован я подумал вот положим фильм пусть будет и это самое так сказать первое вложение в этот канал ну и потом это же было под новый год и под новый год я там что-то пару веселеньких сюжетиков там забабахал для опять для форума говорим про из него не больше того уже в апреле в апреле будет 10 лет как я снимаю встречи в аэропорту то есть не то чтобы мы раньше не встречали встречали конечно но тут у нас вот как-то я начал это записывать и первый сюжет я настолько не умел пользоваться камерой монтажом там и так далее что я просто чё-то такое записывал а потом такое дело даже не бегущую строку а какие-то вот такие комментарии буковками вот приехали выходят идем навстречу там не знал как речь была еще не развита друзья если у вас не развита речь восстановитесь блогерами она разобьется и стал я вспоминать какие у нас были рубрики и и какая была динамика и во что мы сейчас превратились и стало мне жалко каких-то рубрик которые раньше были может быть у меня времени было больше даже я не знаю но вот я ходил по разным бизнесом и снимал людей бизнеса у меня есть плейлисты на это на все конечно но я туда давно не добавлял вот были люди интересные собеседники мы могли сесть с человеком и говорить 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 несколько часов а потом я из этого делал такой блок из 5 6 видео я обычно это звал прогулки там прогулки с алексом прогулки там с этим с тем и так далее такие такие они до сих пор теплые плейлисты есть если увидите прогулки это какой-то там интересный человек а мы с ним беседы 7000 видео за это время у нас на канале ну немножко не хватает до 7 там чуть-чуть но практически 7 вам может быть не видно все потому что есть еще видео которые не видит зритель потому что они там закрыты может быть в силу разных причин их немного там может быть два десятка три десятка закрытых атак в основном 7000 видео и эти 7000 конечно в основном произошли вот за те шесть лет что я веду этот блок вот так как я его веду как раз вот шесть лет было три недели назад исполнилось тут мы все в юбилеях ведь там где-то 18 октября было шесть лет как мы ведем силикон вала и войс и вот в нынешнем его таскать формате и вот десять лет как вообще он существует и там там не было много сюжетов ну сколько это было и за эти четыре года что что это ну почти четыре первые там поднабралась около полутора тысяч подписчиков я ничего для этого специально не делал я даже не знал зачем подписчики как-то я не понимал чего эти люди хотят вообще зачем-то тут какие-то подписчики но чем потом начал немножко разбираться и вот так за четыре года полторы тысячи и за последующие шесть лет значит у нас там где-то еще сто восемьдесят пять тысяч в общем такого плана вот так что мы не попадаем на нашу и десятилетнюю годовщину мы не попадаем на 200 тысяч подписчиков но мы приближаемся мы свои двести тысяч сделаем где-нибудь весной там не знаю в марте в апреле как пойдет я не загадываю поскольку в принципиальном плане ты совершенно никакого значения не имеет но так просто вот приятно мы друзья мои ветераны я не хочу сказать что мы первые на ютубе это неправда но мы где-то там вот в одной сотой процента в общем приятно у меня есть канал который еще более древний чем силикон вал и войс это канал я подозреваю что как партнов скол у меня их еще несколько есть там поменьше но канал партнерску он по моему еще раньше начался я там какие-то учебные видео выкладывал не знаю зачем и для кого но в общем что-то я такое подумал надо бы делать в основном для студентов конечно то есть ссылки давал давно на то что в открытом доступе и у меня есть еще один канал где лежат очень-очень много видео в закрытом доступе но то есть совсем совсем много вот но это как бы для тех кто имеет доступ там каким-то страничкам защищенным пасвордами и оттуда можно туда попасть в общем так такое уже можно по удалять 95 процентов она устарела ну так лежит вот я подумал также что может быть нам какой-нибудь конкурс замутить но честно сказать у меня никаких идей на этот счет нету я вообще не очень люблю конкурсы потому что тот опыт который у нас был показывает что редко какой конкурс обходится без того чтобы кто-нибудь обиделся почему-то вот им начинает казаться что они должны приз получить и как-то вот они уже рассчитывают и абсолютно уверены и потом когда что-то не получается в общем так что друзья если вы действительно как-то какая-то есть идея хорошего конкурса давайте я я в общем-то открыт при том что не не очень как я сказал большой энтузиаст но десятилетняя годовщина это дорогого стоит и какой-нибудь конкурс да я я не против каких призы там не вопрос скажем американским там зрителям я могу легко послать книжку с подписью там мою это по америке пост пересылка стоит там 4 бак спирать а если там некоторые год пришлите мне там куда-нибудь в европу но я не могу там 35-40 долларов стоит пересылка как бы смысла нет совсем и в общем не хочется поэтому мы придумаем какие-нибудь призы хорошие для тех кто тут для тех кто там но у меня нет совершенно никакой идеи какой сделать конкурс поэтому мы можем предложить какой-то особый приз для того кто предложит конкурс который будет принят и реализован но но спешите потому что осталось полтора месяца и в общем надо надо все это успеть обычно конкурсы у нас были конкурсами видео то есть человек вот у меня там такое-то видео я наверно буду делать так и если мы конкурс такой сделаем то видео будут складываться на канале портнов блог он немножко в стороне и я просто не хочу перегружать очень основной канал да если там будет 30 40 50 видео и даже 20 за месяц это это довольно большой удар по тем кто смотрит и чего-то ждет к более конкретно то есть складывать мы будем на основном на втором канале а на основном может быть мы там три победителя да вот возьмем там первые три приза и покажем на основном так что друзья значит у кого есть креатив который не пропьешь и в карман не судишь да в общем делитесь мыслями я я очень открытый очень жду что кто-то что-то присоветует такое что душа моя возрадуется я скажу вот начинаем конкурс счастливо и в общем-то можно сказать что всех нас с грядущим десятилетиям мы отдельно 26 декабря сделаем сюжетец какой-то я надо подумать тоже о чем как как его скомпоновать ночью пока вот так счастливо а